Миром, дорогие друзья, Азан услаждает слух и укрепляет веру в мусульман. А как относятся к исламскому призыву на молитву обычные люди? В 5 утра будет очень громкий звук. Как ты к этому поднесешься? Нет, мне не понравится, конечно. Ну, естественно, я буду относиться к нему негативно. Очень отрицательно. Внешне раздражительную, так можно его назвать. Чего ты меня разбудил? Я могу ничего не делать. Азан – это призыв к молитве мусульман. Вы слышали такую штуку когда-нибудь? Ну, да. Конечно, меня раздражало, когда в 4 часа утра я только уснула крепко, и вот это будет меня. Поначалу, да, как бы немножко шумно было, как бы непривычно было. А есть люди, допустим, друзья, которые здесь живут, которым не нравится именно звук Азана? Ну, есть такие, ходит молодежь, которая перекрыливает, начинает насмехаться над этим. Утром начинают, значит, мусульмане петь, и, соответственно, церковь, все мусульмане, исповедующие религию и ислам, они знают, когда начинается намаз. То есть, если вы знаете, когда это начинается, можно, в принципе, об этом не сообщать окружающим. Если рядом они живут с мечетью, то, конечно же, вот и мешает. Они же мечеть не смогут убрать никуда, вот и переехать сами не смогут, поэтому они как-то справляются. Каждый вирус должен чувство другого вважать. Хорошо, давайте встанем на кустацию. Вы живете возле мечети, и каждое утро в пять утра... Ну, тогда я немножко буду против, конечно. Ну, наша же православная церковь тоже же, как говорится, колокола звать. Гребит колоколами, так сказать. Да, да. Мы многонациональная община. Азан в переводе с арабского «объявление приглашения» означает призыв к обязательной молитве в исламе. Установлен пророком Мухаммадом «Мир ему» в 622-м-23-м годах. Математики сделали открытие. На земном шаре Азан звучит поочередно в каждой точке планеты на протяжении 24 часов в сутки, не утихая ни на секунду. Первый в истории ислама Муэдзин, то есть тот, кто призывает на молитву, Беляль ибн Раваха. Какие у тебя мысли вызывают? Негативные, позитивные? Какие-то волнительные, если честно. Хорошо поют, очень классно. Больше спокойствия. Чувствуется, что это связано с молитвой, что-то такое спокойное. Потому что вот такой голос, размеренный темп. Ну, нормальные чувства. Негатива в плане этого нету. Какие мысли появляются? Что у вас ассоциируется с этими, так сказать, звуками? С каким-то служением, размышлением. Сама не веришь, что от именно Азана, шайтан, ну, духи плохие, так сказать, разбегаются по разным сторонам. Я, в принципе, не верю в чудо. Поэтому, допустим, у тебя такое ощущение какое-то такое больше позитивное? Возможно, да. Полностью согласен, потому что я сам в свое верное в чем-то. Есть, конечно, такие люди, которым действительно что-то не нравится. Ну, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. К этому привыкаешь, и это не надоедает. А вот сосед у меня уже второй день долбит перфоратором. Вот это надоедает. Люди верят во что-то, это уже хорошо. Чувство спокойствия и умиротворения при Азане не случайно. Из достоверных хадисов пророка Мухаммада, мир ему, известно. Когда Муэдзин возглашает Азан, бес убегает на расстояние, где призыва на молитву не слышно. Азан специально читают для изгнания джинов из людей. Азан имеет особое значение. Его шепчут в правое ухо новорожденному, дабы осветить жизненный путь человеку. Пророк Мухаммад в одном из своих изречений говорит, если бы вы знали, насколько является почетным чтение самого Азана, вы бы кидали, говорит, жребий. Оно нас отдаляет от злых духов, от дьяволов, от шайтанов. И поэтому, когда человек слышит этот Азан, он, конечно же, получает и также духовное умиротворение. Чтобы ощутить себя в роли Муэдзина, я решил поучаствовать в конкурсе часов Корана, который проходит сейчас в Крыму. Были случаи, когда даже кидали камни, скажем так, в стекла мечети разбивали. Существует такое понятие, как свобода вероисповедания. Как, например, со стороны других конфессий, там звучит, например, звук колоколов и тому подобное. Мы все проявляем уважение к этому, потому что это часть религиозных обрядов той или иной религии. Понимая то, что мы живем среди также и других людей, звук, скажем так, наших усилителей, микрофонов мы уменьшаем на вечернее время и на утреннее время. Азан призывает к молитве, а там, где молитва, там мир. Мир вам, дорогие мои. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok